Жизнь с мудростью. Притчи глава 14, с 17 по 35 стих. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек умышлен на делающий зло. Ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждают ли умышляющее зло, но милость и верность у благомыслящих? От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд, глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его, благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Размышления, часть 1. Цель мудрости. Притчи, глава 14, с 17 по 25 стих. Книга притчи повторяет, что люди, любящие мудрость, пожнут ее плоды, которые включают в себя хорошие отношения с окружающими, почет и материальное благосостояние. Возможно, это происходит потому, что со временем мудрость становится явной для окружающих, а характер, который она воспитывает, рано или поздно удостаивается похвалы. Однако, настоящая цель мудрости — познание Бога и способность понимать, что Ему угодно, а не то, что к этому прилагается. Без страха Божьего у нас не будет ни материальных благословений, ни устройства в отношениях с людьми. Когда мы живем со Христом, нам принадлежит все вокруг, и Он дает нам все, в чем мы нуждаемся. Потому что, ходящих в непорочности, Он не лишает благ. Псалмы, глава 83, 12 стих. Применение. Чем отличается то, как ищут мудрости верующие и неверующие? Почему знание Бога лучше любого другого благословения, которое может дать мудрость? Размышления. Часть 2. Мудрость для общества. Притчи, глава 14, 26-35 стих. Мудрость распространяется далеко за пределы отдельно взятого человека. Семьи, сообщества и культуры демонстрируют либо мудрость, либо глупость. Особенно явно это видно в том, в чем люди ищут убежище в трудные времена, как они обращаются с бедными и что хвалят, праведность или грех. К чему бы ни стремилось общество в целом, глупости или мудрости, наш личный выбор ходить в мудрости влияет на окружающих. Родители, имеющие страх Божий, становятся примером для своих детей в том, что Бог – надежное убежище во всех обстоятельствах. Люди, практикующие терпение, являют преимущество мудрости в ситуациях, в которых вспыльчивые мгновенно загораются. Люди, ищущие Бога, – это праведники, которые даже при смерти своей имеют надежду. Действительно, мудрость дает знать о себе даже среди глупых. Притча, глава 14, 33 стих. Применение. Каким образом глупость или мудрость проявляются в вашей общине? Чей пример мудрости четко и ясно показывает вам характер Бога? Молитва дня. Отец Небесный, помоги мне искать Твоей мудрости, доверяя Тебе обеспечение всех моих нужд. Благослови нашу церковную общину Твоим водительством и благодатью. Очисти свой народ, чтобы мы могли являть Тебя окружающим. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok